КОНТРАБАНД ПОЛИЦ Сырская школа направляет на пограничную заставу в горном районе Карикатки. Въезд на территорию Акаристанской Народной Республики регулируется строгими партийными правилами, а каждый на свой шаг контролируется. Ситуация на границе ухудшается, когда во время одного из вмешательств погибает наш с вами товарищ. Игра выходит 8 марта. Кого игра заинтересует, то ссылочка на игру будет в описании под видео в стиме. Ну а мы начинаем прохождение, а дальше уже посмотрим, как будет набиратель просмотра видео. Если да, то продолжаем. Если нет, то заканчиваем. Либо дойдем до финала, либо нет. Все зависит от вас. Все, всем приятного просмотра. Буду очень рад вашим лайкам и комментариям. Нам начинаем новая игра. Контрабан Полис – это литературный вымысел. Игра вдохнулена реальностью, но все имена и события являются вымышленными. Любые совпадения с реальными лими живыми или мертвыми случайны. Погранпост Карикатки. Акаристан. 16 апреля 1981 года. Просыпайтесь, товарищ. Скоро будем на месте. Ла-ла-ла. Да. Парни поспорили на ящик водки, что вы не еле не продержитесь в этой дыре. Но комиссар почему-то в вас верит. Помочь не хочешь, вон? Мужики там встали. Не? Ну, поехали, ладно. Лучше выполняйте все его приказы, иначе кончите как розников. Бедняга. Он просто хотел немного подзаработать. Да, не повезло ему, да? Его турнули сразу. За взятничеством. Все. Ладно, вот и добрались. Как можно скорее доложить комиссару? Удачи. О, Повдя. О, Повдя. И тебе, О, Повдя, мужичок. Поехали. Полицко. Так, а тут что? Может, там мои вещи? Нет вещей моих? А я что, без вещей приехал? Ну, ты смотри, реально без вещей приехал. Так, ты у нас кто? Добрый день! Постовой. Кто ты? Репнин. Угу. Неважно. Понятно. Так. И как мне обойти? Прыжками, что ли? Есть какой-нибудь нормальный-то вход? А, вот. Двери нашел. Приветствую, товарищ. Мы вас ждали. Добро пожаловать на Горпаган-пост Акаристана в карикадке. Раздел обучения. Я комиссар Андреев. И я веду вас в курс дела. Сначала зайдите в офис и возьмите информационное досье. Хорошо. А что у меня тут еще такое есть, интересно? Это что? Почта. Раскрыто сотрудничество с террористами. Николай Розников, начальник пограничной охраны карикадки, обвинен в сотрудничестве с бандой контрабандистов и приговорен к 10 годам принудительных работ. Прокатура начала следствие по делу о коррупции в полиции. Продолжается допрос. Шестерых лиц, связанных с Розниковым. Арестован пограничник. Государство раздает квартиры. Начинается большая жилищная лотерея. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте роскошную квартиру в самом центре столицы. Купон стоит всего лишь 100 долларов. Четверг, 16 апреля 81 года. В смысле, что, взять нельзя, что ли? А, ладно. Ну, пойдем потихонечку будем осваиваться здесь. Выглядит все неплохо так сделано. Бутылки, сигареты валяются. Вот это что такое? Огурчики, кстати, есть. Так, это надо внутрь зайти. Так, информационное досье и фонарик. Теперь откроете информационное досье и взгляните в должностную инструкцию. В ней содержатся правила проведения досмотра и предоставления права на въезд, а также описания стран и автомобилей. Стран автомобилей? Окей. Пограничный контроль, должностная инструкция. Так, проверка документов, имя и фамилия. Это поле есть в каждом документе и цифры должны совпадать. Ищите орфографические ошибки. Ливон Кулиев, Куиев. Окей. Срок действия. Это поле есть в паспорте, разрешение на въезд и карте гражданина. Сверьтесь с календарем, чтобы проверить срок действия документа. Так, номер паспорта. Это поле есть в паспорте, разрешение на въезд и карте гражданина. Фото, сравните Лицо водителя с фото в паспорте Он должен совпадать Все, остальное пока закрыто Хорошо Так, ну что, все тогда получается Отлично, давайте приступим Опустите рычаг, чтобы пригласить первого водителя На пограничный контроль Здорово, а ты кто? Постовой новик Да нет, не важно А что тут еще есть? Осмотримся, сегодня 16 число, запомнили Это наш президент, да? Генеральный секретарь Игорь Акаров Так, что тут у нас? Дознавалка какая-нибудь? Камеры, но тут никого нет Так, это кладовка Склад Видать, для всякой контрабанды, которую найдем, да? Ну, пошли потихонечку начнем Потихонечку поехали Ох, какие машинки-то Для въезда в Акаристан водитель обязан предоставить комплект действующих документов Потребуйте предъявить документы Сарашта, да Снова откройте свое информационное досье Теперь используйте автоматическое устройство с лечением, чтобы проверить правильность данных водителя в обоих документах Чего? А, Элис Попович Элис Попович Сравнение документов Сравнение полей в документах снижает уровень вашего восприятия Когда вы устаете, скорость сравнения замедляется А когда уровень падает до нуля, приходится использовать визуальную проверку Чтобы восстановить восприятие, отдохните Подумайте о покупке улучшенной квартиры, чтобы навсегда повысить уровень своего восприятия Высокий уровень восприятия Низкий уровень восприятия Уровень восприятия на нуле Соответствие Данные водителя верны Этому водителю запрещен въезд в страну Поля другого типа Не подходят для сравнения И сравните дату рождения с календарем, чтобы проверить возраст водителя Окей Не забудьте отметить найденные ошибки в отчете о досмотре Отчет о досмотре В этом отчете вы будете отмечать любые несоответствия, обнаруженные в документах Отметьте хотя бы одну ошибку, прежде чем развернуть водителя Или оставьте пустой отчет, если дадите разрешение на въезд Найдите все возникшие проблемы, чтобы получить самую высокую оценку Со временем ваш отчет будет расширен за счет дополнительных разделов Окей Так, ну имя и фамилия совпадают Номер паспорта И номер паспорта Совпадает Срок действия Не подходят для сравнения Соответствует Соответствует Так, ну и фотографию Так вроде все соответствует Усы Очки Пора принять решение Этот водитель имеет право пересечь границу Ну по идее-то да Въезд разрешен Я сваливаю Отличная работа Это было правильное решение Вызвите следующего водителя для проверки Так, 100 баксов заработал сразу Ничего себе круто А когда же мы будем досматривать машину Вон там впереди Нива, кстати Это какая-то АК А этот водитель не является гражданином Все иностранные граждане должны Также предъявить действующее разрешение на въезд Посмотрите, этого и еще нескольких водителей Да, понял я Так, документы Да, да, для порядка надо Для порядка надо Разрешение на въезд Рамил Исмаилов Совпадает Номер паспорта Соответствует Причина въезда Туризм Срок действия Не соответствует Все Так, отчет Срок действия не соответствует Фото соответствует Вроде бы, да? Королевство Эркей 28 лет А как я должен понять, что ему 28 лет? Он как-то это говорит об этом, что ли? Не, ну от данной уже нет несоответствия Поэтому смысла нет Въезд запрещен О, нет Да, разворачивайся, чувак Не повезло тебе Сегодня не твой день Все Смотри, ты меня не балуй Ладно, поехали Следующий Идеальный досмотр Ты смотри 200 баксов у нас уже есть Я уже могу купить лотерейный билет И участвовать в розыгрыше квартиры Так Рокес, очки Приезжий Вот мои документы Ну давай посмотрим Твои документы Так РН Тамер А где, кстати, моя усталость? Я что-то нифига А, вон, вижу все Соответствует 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 42 года Ну и Рокес, очки Вроде все соответствует Спасибо и до свидания До свидания Идеальный досмотр F1 Результат досмотра В этой сводке Вы найдете все ошибки Последнего водителя Если он был контрабандистом Вы также узнаете Где он прятал Нелегальный товар Так все Ради все идеально Типа Это если мои ошибки Какие-то есть, да? Не, ну По контрабанду Нас ничего не спрашивали Нам пока только обучают С документами Как водиться Че везем? Вроде пустой Так, а как мне понять Номера вроде Кух Кухсу Ну давай свои документы Это правда необходимо? Значит это точно Какой-то странный, да? А, усы А усы-то не совпадают Фотографии не соответствуют Несоответствие Соответствие 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 Несоответствие Уже просроченный 39 лет Не, ну смотри Фотография Явно не соответствует Хотя если так посмотреть Ну, вроде как похож Просто усов нету Может усы с брилами В конце концов И что же может быть? Сегодня ты с усами Завтра без Не вижу ничего в этом такого Ну ладно Давай еще отметим Что фотографии не соответствуют Запрещен Вы совершаете Большую ошибку Вали давай уже Ошибка Документы Хотя проверяй Так уже кстати темнеет Да? Что скажут? Вы сегодня неплохо справились Товарищ Было не так уж сложно Правда? Теперь вам Подлагается Отдых А можно посмотреть Что с тем Было неправильно Ну все Видишь Фотография Тоже все правильно Я отметил Значит усы Имеет значение Так Полагается Отдых Нифига мне Место отдыха Какое интересное Блин А чьи шмотки Это не мои Трусы Трусы явно Не мои Иди твое Налево Тут ж Полный бардак Тут надо Хотя бы Прибраться Что ли Но зато Есть банка Огурцов И пиво И это Мух ловить Чьи-то сигареты Отдыхать Отдых Сон восстанавливает Уровень вашего восприятия Необходимый для сравнения документов Полное восстановление Длится 8 часов Улучшите свою квартиру Чтобы навсегда Увлечить максимальное здоровье И восприятие А как это И как ее улучшать День первый Правильный досмотр 4 Содержание собственности 60 Минус Зарплат сотрудников Минус 75 Сегодняшний баланс 265 Накопление 0 265 Продолжить Продолжить В последнее время Наблюдается Повышенная активность Контрабонитов Из банды Абиранкова Вся Наша разведка Этим уже занимается И будет регулярно Представлять вам Необходимую информацию Теперь подойдите К информационному щитку Сейчас подойдем Подожди Тут есть может какая-нибудь газета Новенькая нет? Нет ничего Каждая записка касается Конкретного контрабандиста Найдите все Что соответствует Описанию И помните Ни один контрабандный товар Не должен перестать Границу Акаристана Хорошо Можно начинать Пригласите Первую машину На досмотр Подожди Контрабандист Номер один Мы подозреваем Что водитель Который вчера Не остановился Для досмотра Попытается Престечь границу Часть регистрационного номера АКДЖ Контрабандист Номер два Один из наших Соотведомителей В банде Абиранкова Получил цену информацию О доставке Очередной партии Контрабанды Возраст водителя 45 То есть мне нужно Машину искать АКДЖ И 45 Хорошо Поехали Возраст Так Так А вот кстати И АКДЖ Соответствует Ага Похоже у нас есть Подозреваемый Попросите его Выйти из машины Чтобы опускать кабину Так Мне добить не надо Контрабандист Отмечает места Где спрятана Контрабанда Знаком змеи Однако он виден Только в ультрафиолетовом свете К счастью В вашем служебном фонарике Есть эта функция И чё Найдите знак змеи На одном из кресел Ну нашёл Места в которых прячут Контрабанду В этих местах Вы тоже можете найти Контрабанду Шина Обшивка потолка Брызговик Топливный бак Бампер Воздушный фильтр Для начала Нам понадобятся Инструменты Чтобы извлекать Контрабанду Возьмите нож Со стола Я тебя тут ещё Подспрашиваю Стой молча И молчи Ты смотри Какой Контрабанда Везёт Используй нож Чтобы дать Обшивку Тени Так он может Наверное Взади напасть И всё И чё будет Плохо всё будет И как это сделать На стур в аду раз На стур в аду раз Я согласен А как использовать Нож Чтобы разрезать Хорошая работа Вы нашли Свою первую Контрабанду Контрабанда Не всегда Обозначается Иногда Вы могут Спрятать Между деталями Или в трудноступных Местах Заглянем Под капот Здесь скорее Пригодится Не фонарик А внимательный Глаз Под капот Ага Кокаин Отлично Вот пожалуй И всё Помните Что контрабандисты Бывают Очень изобретательными Материал По примерам Досмотра Вы найдёте В своей Должностной инструкции Можете Уже арестовать Этого негодяя Отлично Первый есть Помещение Для задержанных Здесь содержатся Преступники Ожидающие Отправки В трудовой Лагерь Улучшайте Тюрьму Чтобы повысить Максимальную Вместимость Наймите Тюремного Охранника Чтобы предотвратить Попытки Побега Помните Что если Оставить Заключённых В полицейском Машине Они могут Сбежать А я Закрыл Даже Ему Даже Шмотки Уже Выдали Офигеть Это ваш склад Здесь вы храните Перехваченную Контрабанду Инструменты Оружие Тому подобное Можете Когда-нибудь Вы накопите На его Расширение А где Лежит Контрабанда Проверьте Склад А вот как Склад Здесь вы можете Оставить Свои инструменты Оружие Перехваченную Контрабанду Товары Для торговли Обновите Обновите Склад Чтобы можно Было Хранить Больше Предметов Помните Что все Предметы Без Упаковки Будут Утеряны Вы можете Переносить Выбранные Предметы Из своего Инвентаря Или прямо Из полицейской Машины Быстрый Перенос Предметов Между окнами Контрол Плюс Левая Мышка Окей Я не понял Только по поводу Упаковки Я же нажал Контрол Левая Мышка Я думал Он сразу Все Перетащит Теперь Попросите Офицера Максимова Избавиться От оставленной Машины А Они Упакованы Вон они Как имеется Ввиду Нифига Упаковали Да у меня Всего лишь Четыре Пакетика Было Контрабанд Почему Такие Здоровые Упаковки Так А где Максимов Так Максимов Давай Транспортиру Куда Нибудь Покиньте Зону Досмотра Окей Существует Разный Тип Инструментов Для Вскрытия Определенных Типов Тайников Обивку Шины И другие Тонкие Материалы Можно Разрезать Твердые Предметы Можно Разбивать С помощью Тупых Предметов Топоры Позволяют Вскрывать Ящики И баки Автомобилей Окей Ты предлагаешь Мне еще Взять Ох ты Нифига Себе Вилы Какие-то Так Ну Возьму Лом Возьму Топор Получив Эту информацию Вы можете Вернуться К досмотру Машин Окей Так Ну Одного Мы уже взяли Теперь Надо искать Второго Которого 45 лет А Ну Скорее А Нет Там еще Четыре Машины Я думал Будет Следующий Но нет Зокс Приезжий Так Документы Уже даю Давай Что-то Какой-то Низкий Мне кажется Да Для такой Машинки По-моему Должен быть Выше Находиться Так Проверяем Ага Не соответствует Не соответствует Не соответствует Не соответствует 43 43 года Но он не соответствует И фотография Тоже не соответствует Так Подожди А номер паспорта Соответствует Да Да Номер паспорта Соответствует А Нафига Мне досмотр его нужен Мне нужно Искать Контрободисту Которому 45 Да Не тот Не тот Ты не угадал Разворачивайся Ну по идее Досмотр-то был идеальный Нам нужно 45 А это 43 Так Идеальный досмотр Вот смотри Что получается Все правильно Номер паспорта Только соответствует Все остальное Не соответствует Отлично Поехали Следующий Неплохо Так день идет Нужно же 465 баксов Заработали Ох Какая машинка Добрый день Добрый день Подлиза Окей Давай Посмотрим Документы Конечно Вот возьмите Так Очередной Контрабандист Я прям чувствую Чувствую Что контрабандист Юрий Атаев Соответствует Номер паспорта Соответствует Срок действия Соответствует Срок действия Паспорта Соответствует 30 лет Ну ладно Не контрабандист Значит Большое вам спасибо До свидания Да счастливо Езжай Так Идеальный досмотр Отлично Ну значит Ты последний Контрабандист Тоже Рожа Контрабандская Оксел Какой-то Давай документы Давай-давай Проверим Документы Твои Так Ну фотография Соответствует Да Окей Окей Ты смотри Все соответствует 45 Ну вот он Последний Получается Так Попрошу вас Выйть из машины Так Поехали Искать Фонариком Своим Опа 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 а ты смотри взятку предлагает а подожди я еще не осмотрел твою машину полностью я еще не смотрел блин ну тут тяжело смотреть если честно вот в этом в моторе не ну тут вроде бы ничего нету да больше так но это я убираю арестован так у меня уже двое здорово-здорово мети-мети метелочкой так получается именно вузе сни вскрываю дан офигеть вскрыть целый это найти контрабанду блин ладно пол машины разбери так но вот получается я смотрю здесь да вот на этом участке ничего нет да теперь я смотрю получается здесь ничего нету здесь ничего не вижу да так есть ничего нету здесь тоже ничего нету здесь вроде бы тоже ничего не да ну вроде бы все посмотрел внимательно так слушай тарабань машинку пожалуйста сейчас все будет вот и смотри они все получается да а так он не отмечается что ли змеей я думал он все отмечается змеей один из четырех я только нашел передний бампер было право задняя шина была под пассажирским сиденьем было да блин ну вообще класс на сегодня это все отдохните как следует завтра комиссар даст вам очередное задание так ну вроде как принципе еще успеваем один день наверное прожить поэтому давайте завершим обидно очень обидно полчаса надо было раскрожить всю машину чтобы все найти день второй товарищ нужно освободить немного места на посту поэтому сегодня вам предстоит прокатиться ваша сдача перевести арестованных в трудовой лагерь и доставить перехваченную контрабанду в отдел полиции а кстати я не сдал по дороге заскочите в магазин у влада и купите инструменты для работы сначала разберемся с нашими наржителями зайдите в помещение для задержанных и отведите всех заключенных в полицейскую машину да без проблем только членами на контрабанду но я забыл вчера ее сдать кстати говоря а там получается у меня находится в инвентаре что ли так выходит а куда ты во блин не все нашел обидно так и чё первого да есть отлично теперь заберите контрабанду подойдите к полицейской машине откройте багажник используйте планшет для учеток груза при осмотре багажника загрузите контрабанду непосредственно из инвентаря или переместите отдельные товары со склада так подожди мне надо получается забрать со склада сегодня короче мы ничего не это да не досматриваем машину полицейский гараж здесь вы найдете свои полицейские машины поговорите с механиком чтобы подготовить или отремонтировать выбранную машину окей ты механик получил да у нас нормально все осмотреть так а зачем тут топор лежит похоже готов отправиться в путь сядьте машину а чё я один повезу что ли его а как бы надо два их сопровождения нет так первая остановка трудовой лагерь там нужно будет высадить заключенных откройте карту чтобы посмотреть куда ехать так я выключу ради потому что музыка паливная тап карту открываем трудовой лагерь а где я а я вот здесь то есть мне полчаса надо будет повернуть час направо и ехать по прямой до перекрестка потом снова направо а тут вообще фиг поймешь куда ехать а вот тут наверно будет разворот хорошо направо ну поехали двигатель завели поехали я вроде запросил у разработчиков разрешающие документы на лицензионную музыку они вроде как и обещали выслать но когда-то произойдет непонятно потому что игра выходит официально восьмого числа восьмого марта вот а записывая заранее и пока еще ничего не прислали но может быть понедельник вышлют у ее тихо 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 главное чтоб они не сбежали мотель карат но мне мотель не нужен так стоп а я могу во отлично с мигалка поедем мы ж заключенных доставляем опа 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 облава о нет похоже во время грозы повалило дерево мы не можем проехать дальше возьмите топор из багажника устраните препятствия серьезно а как ж мужики тут ездили то ты смотри меня чё-то сигналишь чё-то сигналю в принципе есть топор нафига мне еще не топор нужен был и все сидят главное ждут чего-то чего вы сами-то не выйдете у вас что-то паров нету отлично возвращайтесь к машины путь не близкий что-то я не туда пересел немножечко поехали главное чтоб они не сбежали так это развалин там не не сюда все правильно пусть уступает мне дорогу я злостных нарушителей везу с законным порядком так трудовой лагерь сразу их в лагерь да они без суда и следствия нашли контрабанду сразу в лагерь вы на месте остановите у ворот и отдайте приказ перевести всех заключенных а мигалка работает ты смотри здравствуйте товарищ я сержант маналов и отвечаю за эту дыру с тех пор как партия отказалась от процессов над бандитами сразу же начались добыча нашего камня отлично нам всегда нужна новая пара рабочих рук затем поезжайте в магазин у влада за инструментами помните без инструмента вы не можете найти контрабанду так это можно отключить уже сирену тут есть возможность разворота хотя бы ну вроде бы развернулся ну поехали в магазинчик у влада так карту давай откроем это мне сейчас полчаса надо будет направо а вот что значит на коричневый может быть это завал какой-то может я тут не проеду ну в принципе сейчас посмотрим а это туннель все понял так ну по идее то мне сейчас надо будет завернуть налево да а нет следующий полчаса налево хорошо ой 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 вот это мне завернуло сейчас я что то разбил надо сейчас ремонтировать наверно машину какая то проселочная дорога а а а а нафига мне туда заезжать вход вход явно не здесь да так как бы вход и не здесь зачем сюда заезжал я кто мне скажет я тут потом уже не выйду поехали обратно немножко назад ну вот тут и запаркуемся ладно так и быть ох тут у него ружье то есть нифига себе о так ты новый начальник погранпоста я владимир немчук но люди зовут меня просто влад я продаю ненадежные инструменты оружие и припасы я надеюсь что ты справишься лучше чем розников оружие так ну я буду стараться конечно и чё мне купить то надо по заданию то не ну я наверно возьму пистолет и патрон для него да две обоймы возьму все последняя остановка отдел полиции туда нужно сдать контрабанду хорошо как скажешь так мой инвентарь это прыжок на пятерочка будет пистолет мне надо топор выложить у меня есть топор зачем ничего не топор нужен будет да 8 и 16 предметов что тут разбил получается есть повреждение это машина вот так повреждение не зафиксировано но скорее всего есть так давай смотреть на карту нам куда едет твой налево чё что далеко то ну по идее сейчас прямо до развилки потом направо опять до развилки потом опять направо поехали так может быть фара включить это лесопилочка хорошо так развилка первая направо так снова направо хух чуть не вписался блин отдел полиции окей не спи набоков не спи набоков так хорошо садитесь машины править с назад на погранпост без проблем поехали Поехали. Так, фара сразу включена. Отлично. Как бы уже, получается, темнеет. Ну, тут вроде бы по прямой только все время ехать надо, потому что мы как раз должны приехать. Ну, и как раз закончим серию на этом. Поздравляем, вы сегодня отлично справились. Как видите, работа не ограничивается сидением на посту. Это я вижу. Так, а что фара-то не этот? Слышь, механик? Так, починить минус 50 баксов, да? Ну, окей. Починили автомобиль. Отлично. Пошли спать. День прошел удачным. Не считая того, что мы не всю контрабанду нашли, к сожалению. Ну, я значки искал змеи, блин. Змея только была одна. День третий. Вставайте, у нас впереди еще один напряженный день на границе. Сегодня вы будете иметь дело с водителями, которые привозят товары в страну. Смелее пригласите первого человека. Окей, пригласим, но уже в следующей серии, ребята. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Зен. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.